Великий русский князь Александр Невский прожил очень насыщенную жизнь. Историки, изучающие его биографию, нередко расходятся во мнениях касательно его влияния на дальнейшую судьбу Руси. Но все они согласны с тем, что в истории было мало личностей подобного масштаба. Покорив и объединив значительные земли, именно он стал тем, кто заложил основы будущего объединения русских княжеств. Родился княжеский сын в городе Перьяславль, который сейчас называется Перьяславль-Залесский. Когда юному Александру Невскому было всего 9 лет, отец оставил его вместе с братом править Новгородом, так как сам уходил в поход. Вскоре боярам, присматривавшим за ними, пришлось бежать вместе с юными князьями, так как они опасались восстания новгородцев. Свой род Александр Невский вел от знаменитого варяга Рюрика. У Александра Невского было 9 братьев и сестер, но большая их часть умерла еще во младенческом возрасте. Впоследствии отец посадил юного Александра Невского вместе с его братом Федором княжить на новгородском престоле. Но спустя несколько лет 13-летний Федор умер, и 12-летний Александр остался единственным новгородским князем. Отец провел обряд посвящения Александра Невского в воины, когда тому было всего 4 года. Первый сын Александра Невского появился на свет, когда князю было 19 лет. Одним из самых ярких фактов биографии Александра Невского стала победа над шведским войском, вторгшимся в реку Неву. Именно благодаря ей он и заработал свое прозвище. Новгород, всегда бывший вольным городом, выгнал князя. И тот отправился в Переяславль. Однако, когда шведская армия подошла к новгородским землям, новгородцы попросили Александра Невского вернуться обратно, отказавшись от кандидатуры его брата Андрея. Именно после вышеописанных событий Александром Невским вскоре была выиграна битва на Чудском озере, вошедшая в историю как ледовое побоище. Александр Невский при жизни был князем Новгорода и Владимира, а также великим князем Киева. Став правителем, он придерживался мудрой политики. Ведя активные войны с европейцами, на восточных рубежах он успешно добивался мира дипломатическим путем. За свою жизнь Александр Невский не проиграл ни одного сражения. В ту эпоху татаро-монгольская золотая орда представляла собой грозную силу. Князь Александр лично четырежды посещал ставку великого хана, ведя переговоры. В браке у Александра Невского родилось пятеро детей. Его усилиями православная епархия была открыта даже на территории Золотой Орды. Папа Римский неоднократно присылал к Александру Невскому послов, предлагая тому принять католичество. Но князь неизменно отказывался. Некоторые летописи утверждают, что частые поездки князя в ставку Орды вызывали ропот ряда бояр. Большая часть фактов биографии Александра Невского дошла до нас из «Жития» – летописи, описывавшей его жизнь и написанной вскоре после его смерти. Александр Невский официально стал приемным сыном хана Батыя. Перед смертью он принял монашество и имя Алексий. Некоторые историки полагают, что во время своей последней четвертой поездки в Орду Александр Невский был отравлен. Но подтверждений этой версии нет. После смерти Александр Невский был канонизирован как благоверный князь. Великому князю поставлено множество памятников на территории России и Беларуси. Имя Александра Невского носит ряд судов – подводная лодка, поезд, автопробег и историко-литературная премия. Спасибо за просмотр и до новых встреч!